С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Полевском зафиксировано 511 случаев ковид. В больницах Екатеринбурга находятся 3 человека, в инфекционном отделении 50, из них с ковид-12. Амбулаторно лечится 17 человек, за неделю выписано 10. Единственной самой надежной защитой от ковид на сегодняшний день считается вакцинация. В Полевском старт прививочной кампании был дан еще в январе. Всего на территории 4290 доз получено. Первым компонентом поставленным 4264, остаток 26 будет поставлен сегодня. В очереди примерно 1000 человек находится, очередь живая. Всех призываем провести работу и списки подать на вакцинацию. Приоритет 65+. Завтра планируется получить еще 500 доз. Сегодня город Полевской готовится к массовым поставкам вакцины. Прививочные пункты будут работать в нескольких районах города. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить порядка 16 тысяч граждан нашего города. Мы договорились, что Северский трубный завод поможет центральной городской больнице приобрести две морозильные камеры для организации прививочных пунктов в торговых центрах. Нам надо с торговыми центрами предварительно договориться, то есть о каких пойдет речь, ну на севере, на юге, да, вот с тем, чтобы мы могли помочь нашим врачам это сделать. Поэтому с нас организация, трубники, морозильные камеры, СГБ организация прививочного. В случае, если у нас это все будет носить реально массовый характер. Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни. К примеру, в этом году, согласно новых правил санитарных врачей, девятиклассники будут сдавать экзамены по месту учеба. А это значит, пункты ОГЭ должны быть в каждой школе. И если с городскими общеобразовательными учреждениями проблем нет, то вот в сельском, к примеру, в станционном Полевском, есть ряд сложностей. Это постоянное отключение электроэнергии. Это может сорвать итоговую аттестацию, в случае, если это случится в день. Поэтому мы договорились на четверг на 10 утра, значит, вместе с вами, вместе с управлением образования, со школой, да, значит, и с теми, кто обеспечивает коммунальное благополучие на станционном Полевском, значит, собраться и проговорить. Требования очень серьезные. Вот ваши коллеги все были, значит, они, надеюсь, прониклись необходимостью своего участия в организации процесса подготовки итоговой аттестации. Общественный транспорт и СИС – еще одно слабое звено в борьбе с коронавирусом. На транспорте масочными режимами никто не пользуется. Масочный режим не соблюдается. Прослабились полегчане. Ну, на улице, значит, вроде как без маски, в помещение заходим, забываем, да. Полевчанам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики под COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом призывают в администрации Полевского. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.